Добрый день всем подписчикам моего канала, пользователям наших сайтов. Я такой ролик, если честно, снимал один раз, пытался загрузить на YouTube. Загрузил ролик, потом выяснилось, что это не то, что я хотел действительно загрузить. И поэтому вот решил сегодня заснять второй видеообзор. Камеры уже, надеюсь, жалоб ни у кого нет. Снимается в режиме всё это HD. Так что всё детально будет видно. Итак, что я хотел бы сегодня пояснить. Очень часто задают вопросы радиолюбителей про извлекание драгоценных металлов из радиокомпонентов. Но вообще, как мы знаем, драгметаллы в радиокомпонентах, особенно производства СССР, есть и довольно много. Они встречаются почти везде, от резисторов до транзисторов, любого типа почти. В частности, в радиокомпонентах производства СССР использовались такие драгметаллы, как серебро, золото, палладий и многие другие. Итак, самый доступный радиокомпонент, из которого, если можно, конечно же, его назвать радиокомпонентом, из которого можно извлечь драгметалл, это обычное электромагнитное реле производства СССР. Хочу сказать, что любое электромагнитное, абсолютно любое реле содержит в себе либо золото, либо серебро, которое, напомню, делали в СССР. Итак, вообще, маломощные реле, которые использовались в высоковерной технике, имеют либо позолоченные контакты, либо только контакты из золота, либо пластинки с контактами, сделанные из чистого золота. Такие реле найти довольно трудно, поэтому самый доступный вариант – это обычное реле, которое можно в любом рынке купить. Желательно реле взять помощнее, может, у многих оно имеется в запасе. Вот я случайно наткнулся на чердаке вот на такое реле. Обмотку с катушкой я, конечно, снял. Контакты. Вот сейчас будет видно, как я снял. Целый контакт был сделан из серебра. Так, вот сам контакт вот так и выглядит. Я только серебро уже убрал. Это у нас осталась только медь. Я сейчас положу сюда. Дождёмся стабилизации. Видим контакт. Так, самый дерзкий способ снять с контакта серебро – это взять обычные кусачки и откусывать частицы серебра, собирать всё это дело. Ну, конечно же, можно другой способ, химический более сложный способ извлекания серебра. Но это, конечно же, всё усложнит нашу задачу. Теперь давайте уже перейти к практике. Итак, если у вас накопилось достаточное количество серебра, кстати, с этого реле было написано, что там 1,6, по-моему, граммов чистого серебра. Высшие пробы. Ну, конечно же, я откусывал дерзким способом, поэтому некоторые частицы серебра у меня отлетели, некоторые просто остались на контактах. У нас в итоге получилась вот такая шайба маленькая из чистого серебра. Чётко видно. Итак, шайба 0,86 грамм. То есть, порядка 0,7 грамм меньше, чем ожидал. Ну, так и должно быть. И чем переплавить серебро, поскольку мы знаем, что температура плавления этого металла 1061 градус, если не ошибаюсь, по Цельсию. Плавить это можно, конечно же, скажем, аргонной сваркой, ну, любой газовой сваркой или портативными устройствами. Ну, какое же портативное устройство сможет обеспечивать такую температуру горения? Обычный баллончик с бутаном. На самом деле, мы его напрямую использовать не будем. Просто в продаже китайцы нас всегда радуют. Имеется вот такая бутановая зажигалка, форсунка своего рода, полностью автономная. Температура пламени, горения пламени, составляет 1150 градусов по Цельсию. Не верите? Сейчас мы проверим это. Просто, когда форсунка холодная, то довольно трудно зажечь её. Я сейчас попытаюсь. Вот. Видим пламя синего цвета характерного. И наше серебро, то есть, шайба серебра уже. У меня горение чуть неконтролируемое, поскольку я... Вот уже серебро покраснело. Вырубилась и зажигалка. У меня на самом деле газ на исходе. Я сейчас попытаюсь заснять это, приближать всё это дело, чтобы вам было чётко видно. Сейчас пойдёт стабилизация. Вероятно, пойдёт, я так думаю. А, пошла стабилизация. И буквально за секунду серебро уже полностью расплавлено. Чётко видим, что шарик у нас полностью расплавлен. Ну, ждём, пока это всё дело остынет, конечно же. И двинем дальше. Ну, дальше мы, к сожалению, с вами не сможем узнать, что будет. Ну, дальше, наверное, все дознают. Нужно накопить достаточного количества серебра. Затем продавать. Или переплавить, сделать какое-то там изделие. Дорогоценное. Вот такой у нас шарик получился. Довольно красивый. Да, хорошо снимать качественной камерой. Особенно с ультразумом. Сейчас у нас... Я резко приблизил объектив, поэтому у нас получился нечёткий кадр. Отдаляем чуточку. И ждём стабилизации. Ну, вообще, этот ролик я, если честно, снимаю не только для того, чтобы показать, как всё это дело переплавить, но и для того, чтобы проверить саму камеру. Дальше. Дальше я вам расскажу. Сейчас мы отдаляемся. Дальше я вам расскажу. Это уже, конечно же, будет в следующих роликах. Мы с вами поговорим о добыче драгметаллов, в частности, серебра, в частности, простите, золота, из транзисторов и других компонентов, в которых содержится доля золота. Вот, будем с вами вместе. У меня четыре вот такие. С трудом, с очень большим трудом, за довольно дорогие деньги удалось мне достать эти транзисторы. Я брал для Тетрафаста, потом для Жучка, потом... Ну, иными словами, сейчас у меня два транзистора полностью целы. То есть, я их не трогал пока. Это отечественный транзистор КТ920В. Один из самых редких транзисторов, который можно вообще найти в продаже. Видим чётко. Так, я ещё чуток смешаю, конечно же, несколько транзисторов. Как уже сказал у меня, этих транзисторов, всё четыре штуки. Ну, там мало мощных, ползолоченных транзисторов. Подкинем и снимем полграмма золота. Насколько удастся у нас, не знаю. Попробуем. Кстати, метод будет самый распространённый, то есть, с использованием царской водки. А насчёт серебра, друзья мои, серебро повсюду. Во всех советских компонентах. Самый распространённый, это вот, к примеру, любой отечественный резистор вот такого типа. Я не знаю, сейчас под зумом посмотрим, что это за резистор MLT1. Я уже вижу. Сейчас вы увидите. MLT1 на 200 Ом. Ну, в общем, неважно, насколько он. В общем, контакты любых компонентов отечественного производства, там транзисторы типа MP, резисторы MLT, неважно, какие, в общем, покрывались серебром. То есть, если вот вы покопаетесь в своих там чердаках, то вам можете найти довольно большое количество серебра, которое можно, конечно же, изъять химическим способом, конечно же, лучше в таком случае. И, допустим, переплавить, получить серебро. Серебро, кстати, тоже драгоценный металл. Ну, конечно, не такой, как золото, но зато стоит какие-то деньги. Вот у нас получилась вот такая крупинка серебра с весом 0, я уже сказал, 80 с чем-то грамм. А пока я с вами прощаюсь. Ждите дальнейших роликов. Подписывайтесь на канал, пальцы вверх. Также я хочу сказать, что отныне, как бы, воля моих подписчиков для меня закон, и я буду выполнять любые ваши просьбы. Ну, конечно же, при делах разумного. То есть, какие видео бы вы хотели увидеть, какие пояснения, может, кому-то интересна намотка, может, кому-то интересны радиожучки, глушители радиочастот и так далее. Я всё это дело вам покажу, поясню, как сделать. Ну, пока на этом, думаю, всё. До новых встреч. С вами, как всегда, был Акакасьян.